Привет, мои дорогие! В сегодняшнем видео я покажу вам, как проходит наш вечер. Не каждый вечер проходит именно так, но это такая своего рода база. В моем понимании, вечер начинается с 6 часов уже после ужина, и обычно в это время дом выглядит вот так. В это время все уже покушали, Сонечка спит, и я делаю вечернюю уборку по верхам. То есть, сюда входит, конечно же, порядок на кухне, загрузка посудомоечной машины, протирание всех поверхностей, протирание фартука, протирание плиты. В общем, такой базовый набор действий для того, чтобы завтра, когда я проснулась, на кухне уже был порядок. Вся гостиная у нас заставлена манежами, штативами, разбросаны игрушки, поэтому все это нужно привести в порядок. Манежи мы ставим для того, чтобы определить Соне безопасную зону для игр. Перегораживаем манежем выход в прихожую, перегораживаю подход к кухне, потому что она начала не только открывать шкафчик, но и постоянно пытаются подтягиваться на дверцы духового шкафа, и уже был такой случай, когда дверца откидывалась, она упала, теперь я полностью перегораживаю ей подходы все к кухне. Да, знаю, что есть специальные детские замочки для дверей, мы их обязательно купим, но пока что руки не дошли, и приходится прибегать к таким мерам. Субтитры сделал DimaTorzok В конце вечера я также обязательно дезинфицирую столешницу, особенно если в течение дня я разделывала на ней мясо или что-то готовила. Протираю обеденный стол и, конечно же, протираю Соне стульчик для кормления, потому что сегодня мы уже им пользоваться не будем. Последнее кормление у нас смесь, так что на этот момент стульчик уже можно протереть. Последним делом на кухне всегда является чистка раковины, и я не знаю, откуда это у меня взялось и почему, но я люблю с утра заходить на кухню, и чтобы раковина была чистая. После того, как на кухне порядок наведен, остается привести в порядок все остальное помещение. Арсений помогает мне собирать все игрушки, потому что сегодня Соне уже будет некогда в них играть, поэтому с чистой совестью можно их складывать. Продолжение следует... После этого Арсений садится заниматься. В этом году мы пойдем в первый класс, поэтому какая-то базовая подготовка к школе у нас сейчас в приоритете. Ну и после того, как порядок наведен, Сонечка еще спит. Я обычно иду, снимаю сухое белье, развешиваю постиранное. Ну и где-то в это время я обычно ожидаю уже, что Сонечка должна проснуться. Даю ей буквально 10-15 минут на то, чтобы размяться хорошенечко после сна, и мы собираемся на прогулку. Так как мы живем в поселке, но совершенно недалеко от города, иногда мы ездим гулять в город, ближе к морю, к набережным, к паркам. Но чаще всего у нас, конечно же, прогулки местного масштаба, по своему, так сказать, райончику. Либо просто гуляем, либо ходим в магазин. В общем, Сонечку я уже выношу на улицу. В это время Илюша кормит Максика, набирает ему чистую водичку, и мы отправляемся, ну, к примеру, сегодня конкретно до магазина. Сеня в это время уходит гулять со своим другом, ну, а мы втроем отправляемся до ближайшего магазина. И так как сейчас лето и жарко, у нас уже традиционно сходить в магазин купить мороженое, а Соня уже находится в таком возрасте, когда она прям смотрит в рот. Ей очень хочется пробовать то, что пробуют родители, поэтому я с собой беру ей кусочек банана или какого-то любого другого фрукта, который помещаю в Нибблер. Поэтому любой интерес к нашей еде у нее сразу же пропадает. После этого мы возвращаемся домой, забираем Максика и идем выгуливать его. Но после возвращения с прогулки времени уже достаточно много, у Сони обязательно водные процедуры. Иногда она сидит в ванночке, иногда мы просто принимаем душ. Ей очень нравится ползать по душевой кабинке, и ей очень нравится, когда на нее направлена струя воды из лейки. Она всегда так смеется, ей щекотность. Но сегодня мы решили покупаться именно в ванночке. После вводных процедур одеваем подгузник и уже пора ложиться спать. Кормление на ночь у нас состоит из смеси. Мы принимаем еще витамин D, поэтому я все это добавляю в бутылочку и иду укладывать ее спать. Иногда вечером она засыпает сразу же после того, как доела прям с бутылкой. Иногда еще может бодрствовать и полчаса, и сорок минут. Но я в это время уже в принципе могу заниматься своими делами. Возвращаю на кухню стулья, которые у нас никогда не находятся теперь днем на кухне. До еды мы всегда несем стулья из прихожей и после еды их обратно уносим. Потому что Соня тоже пытается на них подтягиваться и опрокидывает их на себя. В общем, падает вместе с ними, мы тоже все убираем. После этого мою бутылочки, паильнички. В общем, все то, чем Сонечка пользуется. И да, я до сих пор стерилизую бутылки. Хотя, наверное, в принципе, уже можно от этих действий отказаться. Но как-то по привычке я все равно продолжаю это ежедневно делать. Устанавливаю все бутылочки в мультиварку. Накрываю металлической миской и ставлю на 20 минут. Этого вполне достаточно. Сразу же подготавливаю с вечера смесь для первого раннего утреннего кормления, которое может быть в 6 часов и полшестого. Для того, чтобы с просоней не отсчитывать смесь, помещаю все в отдельную бутылочку, которую потом просто переверну в бутылочку с водой. К этому времени уже Есения давно пришел домой. И он отправляется в душ чистить зубы. В общем, выполнять все водные процедуры. Ну, а сразу же после этого у нас примерно час всегда выделен на то, чтобы почитать ему перед сном. Сейчас мы читаем Гарри Поттера, уже пятую книгу. Ему очень нравится. И он благополучно по чтению засыпает. Далее я запускаю Валерку, наш робот-пылесос. Ну и после этого начинается мое время. Обязательно выпиваю либо кружечку кофе, либо кружечку чая. Немножечко передохнула, так сказать. И отправляюсь заниматься собой. Первым делом я, конечно же, смываю макияж. Я сейчас использую молочко от Фаберлик, которое не так давно показывала в обзоре. Мне очень нравится. Очень мягко, не щиплет глазки. И я смываю им полностью весь макияж. И не только с глаз, но и со всего лица. Ну а далее время для какого-то ухода. И я не могу сказать, что я делаю конкретно в каждый день. Потому что уход я чередую. Например, где-то пару раз в неделю я делаю скраб, как сегодня. Иногда я делаю какие-то маски. Иногда пользуюсь только умывалками. В общем, всегда по-разному. Сегодня я делаю скраб. После этого я иду в душ, чищу зубы и уже после этого наношу масочку. Где-то 10 минут я с ней хожу, потом смываю ее спонжем. И далее уход тоже идет разный. Но обязательно ежедневно наношу гель для области вокруг глаз. А потом уже можно использовать либо просто ночной крем, либо ночную маску. Сегодня я использую ночную маску. Наношу ее не только на лицо, но и на шею, и на область декольте. Далее мне нужно немного поправить свой маникюр. С гель-лаками я так и не сдружилась. Поэтому пока я чаще всего пользуюсь обычным лаком, который как раз в течение дня у меня весь облупился. Причем на одной руке, поэтому нужно быстренько поправить. Пока сохнет первый слой лака, я пью чаек. Вечером мне нравятся именно какие-нибудь травяные чаи. Особенно специальные сборы для расслабления. Ну а после того, как я привела ногти в порядок, я сажусь планировать. Планирую следующий день. Если это конец недели, то планирую следующую неделю. Если это конец месяца, то, соответственно, планирую следующий весь месяц. Вообще люблю заниматься планированием. Те, кто подписан на мой канал, об этом знают. Раньше я вообще увлекалась не только самим планированием, но и оформлением ежедневника. Сейчас у меня на это нет особо времени, да и вообще вкусы, интересы, приоритеты немного изменились, но планировать я люблю до сих пор. И считаю, что именно планирование это ключ, это разгадка к тому, как все успевать и как достигать каких-то целей. Если вы не планируете, если вы не держите в голове или на бумаге свои цели, очень трудно их добиться. Ну а уже после этого обычно я всегда сажусь за монтаж. Делаю это абсолютно каждый вечер. Так как ролики выходят через день, то, естественно, оба вечера у меня уходят на монтаж. Если, о чудо, я не сижу до последнего, до двух, до трех часов ночи и заканчиваю немного раньше, я еще могу даже посидеть, посмотреть либо какие-нибудь видео на ютюбе, либо какой-нибудь сериальчик. Сейчас я смотрю сериал «След». Ну вот, в принципе, и все. Так проходит, если не каждый вечер, то большая часть точно. Я не принимаю ванны с солевыми бомбочками, я не пью вино при свечах. Это к тому, что многие спрашивают о том, как же я набираю сил, как я расслабляюсь вечерами. Обычно, девочки, как все. Чай, кофе, разговор и немного любимого сериала этого вполне достаточно. Ну а я на этом с вами попрощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok